Друзья, снова привет! Мы на стримфесте и сейчас пообщаемся с Игорем. Извратный ник, который я не могу выговорить. Кто тебе его придумал и зачем? Вообще ник ГХ. Две буквы всего, очень легко запомнить. Последняя буква это буква К. Первый буквой моей фамилии Куракин. Игорь ГХ Куракин. И вот таким образом она и вот такими временами получается. Игорь ГХК. Вот и все. Я его не придумывал. Мне пришлось его добавить, потому что ни на одном сайте нельзя регистрироваться с двумя символами в нике. Вот и все. Понятно. А скажи, пожалуйста, ты долго учился его выговаривать? Да как-то сама по себе. У меня с детства меня все называли ГХГХ и поэтому было легко. Игорь ГХК и все. Ну, надо сказать, что я все равно один раз ошибся. На канале у меня 4 года был Игорь КГХ. Ясно, откуда ноги растут. Расскажи, пожалуйста, вот ты приехал на крупный лан стримерский. Ты впервые на таком мероприятии? Да, это мой первый лан. Как так получилось? Ты же стримишь уже не один год и как бы Игромир и там всякое. Тебя это не интересовало? Нет, ну и на Игромир я ездил в качестве корреспондента. А вот на стримфест не удавалось попасть в прошлом году. А вот в этом году попал и ощущения положительные. Мне нравится. А почему? От чего положительные? Что больше всего понравилось? Увидел кучу друзей, которых я не видел, соответственно, в реале. То есть там нужно долго перечислять. Со всеми познакомился, перефоткался, обменялись какими-то контактами, что-то обсудили. То есть очень удобная ситуация такая, где можно, точнее, удобное место, где можно встретить и знакомых, и зрителей увидеть каких-то. Но, конечно, мне в этом плане не так тяжело, в плане зрителей, как Денис, например, который уже три часа дает автографы и фоткается, да. Но в целом мне нравится, очень-очень позитивно. Хорошо. А есть стримеры, с которыми ты тоже хотел бы здесь увидеться, с кем-то там пообщаться лично? Санчес, конечно. А ты с Санчесом увиделся? Нет, не виделся с Санчесом. А его здесь нету, да? Его здесь нету. Его здесь нету. Он задоджил этот ивент. Я-то последнего верил, надеялся и ждал, но, к сожалению, так. До сих пор еще в толпе кто-то говорит, а где тут Санчес? Наверное, вот это пошел, вот это пошел. Я думала, он реально приехал, и мы не знаем, кто он. А вдруг это правда? Он здесь между нами ходит? Эти слухи пустила как раз моя тусовка. Мы начали форсить тему, что это Санчес, это Санчес. Но это все неправда. Это все неправда. Мы всех обманули. Его не было на этом месте, на этом стрик-фесте. Очень сложно, чтобы люди понимали, почему я так невъятно говорю. Я не слышу половину того, что говорю, потому что очень громко. Ты не слышишь, сложно говорить. А на стримах ты хорошо себя слимчишь? Каким образом? Ты же в наушниках таких слим. Да, на стримах я чаще стримлюсь с колонками, на самом деле. Поэтому мне проще. Но сейчас начал стримить в наушниках, и мне жалуются, что я слышим громкий. Но в целом слышу себя хорошо, да. И можно еще даже добавить что-то там. Слушай, ты стримишь в основном игровой контент, да? Да. А на шоу-мачи стримеров тебе пришлось взяться за неигровой. И у тебя это хорошо получилось? Не участишь ли ты такие случаи? Ну, так или иначе, стримы это какая-то все-таки творчество, творческая работа. И мне было достаточно легко что-то такое придумать, тем более, что опыт уже был. Банка-горошка. Вот. И в целом было легко. Но тут сказался опыт прайм-таймов, на самом деле, на СК-2Т, потому что там были разные задачи, разные стримы. И здесь тоже такой... Была такая встряска, и пришлось что-то думать. Ну, в целом получилось вроде как удовлетворительно. Не скажу, что прям супер-пупер, но можно было и лучше что-то сделать. Что бы ты добавил во втором сезоне? Исправил? Сменил бы ведущего, потому что Миша некогда было общаться с людьми совершенно. И он стримил XCOM, а потом такой, опа, ну да, тут уже пора. Майкер на мыло! Да, ну никак, ну не на мыло. Пускай в душ просто сходит. Вот. А так, в целом, нужно больше участников, нужно давать, наверное, больше времени на подготовку в финальные дни. А в первые дни, наоборот, меньше. Что еще? Ну и призовок фон, наверное, больше надо делать. Потому что по качеству конкурс получился лучше, чем половина марафона. Вы сейчас с Мишей стримите новую игрушку эту. Вы на нее подсели вообще? Когда уже это закончится? Я не знаю. Я каждый день, думаю, вот сегодня он не напишет. Но он каждый день пишет, и я иду, потому что это Майкер. Мне, на самом деле, очень много дали стрима с Мишей, потому что, во-первых, мы с ним и сблизились из-за этого на фоне. Плюс еще на Good Game немножко подпиарился. Ну как сблизились? В том плане, в том, что... Раньше мы с ним были же раньше знакомы, конечно, лично даже. Но стримы по папку прям очень сильно... Даже я матом уже ругался на него, так что что? Считай родные. Считай родные, да, уже. Хорошо. Ну и в итоге получается, теперь ты мотивирован приехать на дачу, еще больше познакомиться со всей нашей тусовкой, получше узнать стримеров всех остальных. Да, да. Сработать. Очень хочется всех узнать ближе, потому что здесь времени категорически не хватает. Я на этом стримфесте вписался в авантюру со стендом в Love Games, и пришлось несколько часов, даже еще предстоит несколько часов, там вот что-то сделать. Не удалось совсем переговорить, с кем хотелось, но в целом, да, хочется на дачу приехать, конечно. Потому что два года подряд у меня не получалось по разным причинам, и в этом году я сделаю все, чтобы туда попасть. Отлично, мы постараемся помочь. Скажи, вот эта вот твоя бейсболочка, она, это такой знак, твой знак, да, определенный, это ты сам себе сделал или тебе кто-то подарил? Это мне подарили, друг поехал в Нью-Йорк, там есть магазин, который делает кепки, ну, на заказ, и, в общем-то, там ее купил. А вообще, тема бейсболок пошла с прошлого года где-то. Я не могу сказать, что у меня под кепкой, если там волосы есть. Сколько их, это вопрос секретный. И очень, очень прикольно, как это за год, вот этот вот мем с кепкой, как он разрос сейчас. Потому что сейчас почти все знают, что я сниму в кепке. А ты спишь тоже в кепке? Нет. Все, он приедет на дачу, будет спать, и мы прибежим, снимем, как он выглядит без кепки. На самом деле, в кругу друзей я всегда без кепки. Да? Да. Ладно, мы не будем снимать, будет в кругу друзей, расслабься. Да, я буду без кепки в кругу друзей, если кто-нибудь фотографировать. Вот. Хорошо. Расскажи, а в киберспорте ты что-нибудь знаешь вообще и интересовался какой-нибудь киберспортивной дисциплиной? Или у тебя только просто вот игры? Ну, что-то знаю. Я два с половиной года комментировал StarCraft, поэтому, да, я знаю. Какая не фанда зафейлилась, задала глупый вопрос. Да. Нет, про киберспортивную знаю очень много. StarCraft занимала очень большую часть моей жизни какое-то время, потом игра начала отмирать. Попробовал себя в Dota. Мы даже сделали не профессиональные турниры, делали для игроков на порядке, наверное, двух лет. То есть с билетами в Valve, в Dota Story. Вот. Все получалось. И в какой-то момент проект надо было либо уже так взросло, что нужно было либо туда совсем выходить, либо заканчивать. То есть я принял решение, что, наверное, не стоит, потому что хотелось больше стриминга. И так в итоге и получилось. Вот. Так что про киберспорт нас слышно, конечно. Смотрю International постоянно. Dota очень люблю смотреть, не играть. Играть очень тяжело, очень требовательная к скиллу игра. И поэтому, да. А кто твой любимый стример по StarCraft тогда? Мой любимый стример по StarCraft? Сложно сказать. Смотришь ты сейчас, Тарик? А сейчас стримит-то кто? Алекс стримит. Стримит поми и зерк, да? Ну, если из всех этих стримеров выбирать, я выберу у Алекса. Потому что у человека очень правильный подход сейчас к тому, как это должно выглядеть. То есть, и, наверное, вот если бы три одновременно трансляции было бы, там, при финале GSL, я бы выбрал Алексея. Какой честный, нет, чтобы товарищей по Good Game продвинуть? А так я же не продвигаю стримеров Good Game, по сути дела. Нет, на самом деле, с зерком мне удалось поработать и с Алексом совместно, когда я стримил StarCraft, и с зерком удалось совместно поработать. С поменей не удалось. Потому что он был краски с Good Game, а я был с СК2TV. Впечатления достаточно разные, но с Лешей было очень хорошо. Хоть у нас там какие-то были личные неприязнь, может быть, как у него какая-то была ко мне. Но в целом очень профессиональный человек, и мне вот сейчас, как он комментирует, очень нравится. С удовольствием смотрю, и когда попадаю, конечно, в чате ничего не пишу, потому что я очень долго форсил тему, что StarCraft мертв, и в итоге дофорсился, и он действительно стал мертв. Но в целом очень приятно смотреть, как он спустя годы сохраняет, и только оттачивает еще больше мастерство, вот это вот комментирование StarCraft. И продолжает надеяться, что дисциплина вернет свою популярность, да? Да, 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 да. Я не знаю, что должно произойти. Мужество должно быть такое. Я разговаривал с ребятами из Браткома, с Димагой, вот недавно говорю, а вот выходит ремастер скоро. Как вам вообще? Мы оба в один голос сказали, что только компания, наверное, и минимум мультиплеер, чисто для стримчиков. Так, StarCraft 2 пока есть, и потом непонятно что. Вот так. Печально. Ладно, не будем о грустном. Расскажи, какой твой любимый смайл? Мой любимый смайл от Плитобака. Новый смайл на Гудгейме. От меня, мой. Реклама. Великолепный, уютный пес, который сидит в плете и улыбается так, как будто бы он пришел после долгого рабочего дня, и в плете сидит, и какаушку пьет. Хороший смайл. Мой любимый. А какой твой самый преданный зритель, пацан из чатика? Пацан из чатика? Самый преданный зритель, наверное, бестдиггер. Самый, наверное, такой преданный. Это очень старый зритель. Вот. Ну, вообще, на самом деле, сложно кого-то от того выделить сейчас, потому что... Хотя я выделил лучше, конечно. Но, в целом, у меня очень хорошая тусовка собралась с зрителей. И мы общаемся в Дискорде, ездим в гости друг к другу. То есть, уже такие прям, уже друзья ИРЛ. Вот так. Хорошо. Ну, и в заключении, как обычно, ты знаешь, что делать. Можешь несколько слов всем остальным пацанам из чатика сказать? Пацаны из чатика, вам большой привет. Вы все очень разные. Есть, конечно, просто суперские челики, а есть... А есть... Лучше не говорить ничего, мне кажется, а есть грустные. Не, на самом деле, всем большой привет всем, кто смотрит интервью. Надеюсь, что я говорил более-менее разборчиво. Пока. Старался. Да, старался. Ну, слава богу, слава богу. Спасибо.